День с толком В поддержку Владимира Путина наблюдатели за выборами готовятся к обучению. В Алтайском крае прошел первый форум медиа-центров. Почему детские СМИ становятся популярными? Плата за детские сады вырастет с нового года в Барнауле. За пребывание в дошкольном учреждении придется платить на 120 рублей больше. Точнее, ежемесячная родительская плата с 2700 рублей возрастет до 2820 рублей. Повышение не коснется родителей детей-сирот, инвалидов, а также родителей участников СВО и у которых дети болеют туберкулезом. Это связано с инфляцией. Мне кажется, что сегодня это на 4,5% небольшое, незначительное повышение, но оно неизбежно, потому что это позволяет сохранить качество питания. Но если муниципалитеты не принимают такого решения, значит там повышения не будет. С нового года вырастут цены и за проезд в общественном транспорте. Так, сразу на 21 маршруте тариф вырастет на 5 рублей. Таким образом, проезд в одну сторону будет стоить 35 рублей. Напомним, на прошлой неделе с барнаульскими перевозчиками в мэрии города состоялось заседание, на котором власти рекомендовали не повышать стоимость проезда. Но на нерегулируемых маршрутах перевозчик вправе установить стоимость проезда по своему усмотрению. Подчеркивается, что пассажиры могут сами выбирать, по каким маршрутам ездить. Нерегулируемыми, то есть частными, или регулируемыми, то есть муниципальными, где проезд пока не поднимают. Но так или иначе, пассажиров 21 маршрута ждет повышение расходов за проезд. В среднем в месяц на 300 рублей больше. Семьи из трех человек практически на тысячу. Более 70 миллионов рублей на оплату труда дополнительно выделят алтайским медикам в следующем году. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Напомним, ранее с федерального бюджета на зарплаты врачей и среднего медперсонала в регионах дополнительно выделили почти 8 миллиардов рублей. Они пойдут в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Сейчас решение о новом транше. Его правительство страны приняло на основе прогноза о годовом увеличении численности работников здравоохранения в следующем году. Добавим, соседней республике Алтай дополнительно выделено всего лишь чуть более миллиона рублей. Практически 1700 избирательных участков будет работать в крае в дни проведения выборов на пост президента. А накануне в регионе открылся избирательный штаб в поддержку Владимира Путина, выдвинутого инициативной группой на пост президента. И уже завтра в Бийске начнется обучение желающих стать общественными наблюдателями на грядущих выборах президента в марте 2024 года. Об этом сообщил руководитель краевого общественного штаба Алексей Чесноков. Сегодня он вместе с десятком политологов, общественников и представителей различных сфер обсуждал готовность региона к проведению голосования на пост главы государства. За прозрачностью выборов на пост президента России в марте 2024 будут следить 200 тысяч общественных наблюдателей. Их состав сейчас формируют. Так завтра начнут обучать наблюдателей в Бийске. Большое внимание уделят и проведению дистанционного электронного голосования. Алтайский край вошел в 29 субъектов, где предоставят такой формат. Голоса будут чистыми, заверяют эксперты. Среди организаторов ДЭГа – программисты, математики, аналитики. Сквозное шифрование – это использование технологии блокчейн. Вообще сама система ДЭГ представляет сплошную математическую функцию. Но большое внимание будет уделяться именно наблюдению. Общественные наблюдатели будут находиться как в общественной палате, так и в ТИКДЭК. Готовность региона к проведению президентских выборов сегодня обсудили политологи, общественники, представители избиркома и вузов края. Партии будут выставлять не столько наблюдателей, потому что, естественно, у них не будет таких возможностей закрыть все избирательные участки. Основная работа, я думаю, будет вестись по линии членов участковых избирательных комиссий. Партии принимали активное участие в их формировании. Политологи признают, что пока данных для аналитики немного. Избирательная кампания лишь начинается, всех кандидатов назовут только 1 января, по последним данным их 29. Но имена некоторых уже известно. Это действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, представитель КПРФ Николай Харитонов, вице-спикер Госдумы Владислав Дованков как кандидат от новых людей партии Роста. О журналистке Екатерине Дунцовой ЦИК уже успел отказать, сославшись на ошибки, опечатки, отсутствие данных об избрании. Эксперты объективно подходят к шансам оппозиции. Для партии мы все понимаем, что эта избирательная кампания не является, скажем так, конкурентной в электоральном поле. И в этом плане, конечно, партии сосредоточатся на решении внутренних задач и будут определенные для себя производить определенные действия на будущее. В Алтайском крае организуют 75 территориальных избирательных комиссий и 1699 избирательных участков. В каждый из них поставят как минимум одного общественного наблюдателя. Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Лифты сразу во всех подъездах заменили в одной из самых заселенных многоэтажек Барнаула. Подъемные устройства здесь отработали почти в два раза дольше положенного срока. И люди рисковали оказаться в ловушке. Но как долго жильцы добивались замены оборудования и насколько оно дорогостоящее, узнаем в сюжете Дарьи Ерошиной. Этой девятиэтажке уже 40 лет. И в каждом из семи подъездов проживает несколько десятков семей, которые ежедневно пользуются лифтом. Прежние верой и правдой отслужили почти в два раза больше положенного срока эксплуатации. Ну, нет, конечно, не важно. Конечно, есть там пободренные, исписанные, эти ребятняжи, сожгли эти все кнопочки и все. Ну, понятно, столько лет. Но в конце декабря жизнь постояльцев этого дома стала комфортнее. Здесь по инициативе самих жильцов в короткий срок, всего за два месяца, установили новые лифты. Правда, во время ремонта, говорят пенсионеры, было нелегко. Представьте себе, вот после операции люди, я с глазами была, люди с ногами, и не выходили, естественно. Вот с 8-го, с 9-го люди, естественно, не спускались. Мы еще до 5-го, до 6-го как-то маленько передвигались по этажам. А нет, люди сидели. В 21-м году лифты подорожали на 20% за год. А в 22-м году уже за полгода подорожали на 30%. Просто-напросто я сопоставила, что будет в дальнейшем. И пришла к нашим людям, объяснила им всю эту ситуацию о том, что если мы, значит, сейчас не установим, то потом цена будет лифтов ой-ой-ой какая. Инициативу жителей дома поддержали в региональном фонде капитального ремонта, которому удалось договориться с подрядчиками и заключить договор об оплате услуг и техники в рассрочку на 5 лет. 7 лифтов обошлись в 16 миллионов рублей. Это деньги, которые успели скопиться за счет ежемесячных взносов жителей всего края. Срок эксплуатации завершился 25 лет, поэтому лифты меняли в этом году. Рассрочка помогла, да, тем самым произвести замену. По актуализации программы, которая сейчас как раз проходит, до конца года будет актуализирована, будет определено также на 2024-2025 год лифты по краю, в принципе, какие будут еще меняться. За 2023 год фонд провел ремонт 163 лифтов в 49 домах, а всего капитальный ремонт провели для 300 многоэтажек. Это на 58 больше, чем в прошлом году. Растет скорость ремонта, говорят специалисты. Подрядчик уже справляется с работой быстрее, чем за три месяца, установленные договором. Если возникли проблемы с лифтом, обращаться следует к управляющей компании. В случае гарантийной поломки фонд привлекает подрядчика, а завод-производитель техники дает новую гарантию на срок службы уже в полтора года вместо пяти. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Депутат Госдумы Александр Прокопьев организовал форум для школьных медиа-центров своего избирательного округа. В Барнаул приехали 70 детей и их кураторы из Первомайского, Косихинского, Троицкого, Целинного, Ельцовского, Кытмановского районов, Бийска и Краевой столицы. Эксперты СМИ и СММ рассказали участникам, как писать и снимать запоминающиеся материалы. Почему сегодня по всей стране дети массово увлекаются журналистикой? И почему движение школьных медиа-центров получило такое развитие? Смотрите в следующем сюжете. В школах страны массово появляются медиа-центры, причем организуют их сами дети. Они пишут новости, снимают сюжеты и фильмы. Цифровые технологии позволяют создавать их даже в отдаленных селах. Школьники стремятся освоить науку СМИ, не случайно полагают эксперты. Если мы посмотрим на самых успешных блогеров сегодня, особенно на социально-политической тематике, это все журналисты, это все профессиональные журналисты, которые просто ушли на свободные медиаплощадки. То есть блогинг никак не отменяет технологию, компетенции, профессионализм. Школьные медиа-центры призваны включить подрастающие поколения в единое информационное пространство края. Внимание участников на это обратил член Союза журналистов Сергей Монсков. Мы формируем клуб, выстраиваем горизонтальные связи, и, пожалуй, для вас это будет самое ценное. Участники форума занимались на трех площадках. Эксперты сферы СМИ и СММ рассказывали, как писать запоминающиеся тексты, выстраивать кадр, работать в соцсетях. Сегодня я увидел молодых людей, увлеченных журналистикой. Наверное, не все из них придут в эту профессию, но они уже сейчас получают навыки добывать и изучать факты, формулировать и продвигать информацию в сетях. Но главное в школьном возрасте научиться общаться и обрести друзей. И я уверен, что медиа-центры эту задачу выполняют. В детских редакциях идет мощный обмен информацией между школьниками, их родителями, педагогами и представителями общества. Интересный опыт получился в школе села Шалап Целиного района. Здесь не только делают новости, но и пишут книги. Информацию для первой истории школы от Адая собирали у нескольких поколений выпускников. Для второй в их судьбе была война, опрашивали ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей войны. А сейчас медиа-центр снимает кинопритчи. То, что они получают, чему они учатся, это пригодится, наверное, в любой профессии. Умение вести дискуссию, умение написать текст, умение снять какой-то сюжет. В качестве практического занятия участники форума целый час брали интервью у известных людей Барнаула. Это были депутаты КЗС и директор зоопарка Сергей Писарев, директор сети спортклубов Алексей Чеботарев и председатель Совета краевого движения по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной Галина Буймова. Фото и видеорепортажи и текстовые интервью опубликуют на сайте фонда Александра Прокопьева, где можно будет проголосовать за лучшую работу. А на форуме наградили победителей предыдущего конкурса репортажи из фестиваля экстремального туризма на реке Песчаной. Александр Прокопьев вручил детям дипломы и ценные призы – технику для съемок. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Умные смарт-часы, роликовые коньки, конструкторы лего получили юные жители краевой столицы к Новому году от депутатов Барнаульской городской думы. Благотворительная акция «Желание под елкой» проходит в Барнауле уже седьмой год подряд. За это время удалось осчастливить сотни детей. Подробнее о финальном в этом году заседании городской думы расскажет Валентина Аскерова. Шар с новогодним желанием и заветная мечта ребенка исполнена. Сюрприз юным жителям краевой столицы на этот раз от народных избранников Барнаула. Так председатель городской думы Галина Буевич в этом году подарит ребенку конструктор лего. «Знаете, что радует? Практически у многих пожелания связаны с каким-то интересом, хобби, развитием. И, конечно же, хотелось детям подарить эту радость. Я думаю, что сегодня у депутатов проснулось то ощущение детства, праздника, ожидания подарка, ожидания чуда. И вот если мы хоть чуть-чуть приблизили это чудо ближе к какому-то ребенку города Барнаула, мы, конечно, бесконечно счастливы». В канун Нового года сотрудники разных учреждений и ведомств края исполняют детские мечты. Депутаты Барнаульской думы благотворительной акции «Елка желаний» участвуют в седьмой год подряд. «Я дарю машинку мальчику в шесть лет. И вообще считаю, акция очень уникальная. Уникальная она в чем? Что здесь есть возможность получить положительные эмоции, заряд положительных эмоций разным возрастам. Такие акции, они очень полезны и дают возможность почувствовать это новогоднее волшебство». До маленьких адресатов подарки доставят волонтеры. Народные избранники передали им свои презенты и открыли финальное в этом году заседание Барнаульской городской думы. На нем подвели итоги года и рассмотрели 9 вопросов. Один из них – снос аварийных деревьев. «Речь первоначально идет о вопросах обеспечения безопасности. Такие случаи были в Барнауле и были, к сожалению, со смертельным исходом. Это будут делать специалисты. Мы разделим с вами финансовые потоки. Вот здесь мы наймем специалистов, которые определяют, это дерево аварийное или нет, оно больное или здоровое. И что с ним сделать». На заседании депутаты также внесли изменения в положение о районных поселковых администрациях и приняли план работы на следующий год. «В планах работы поставили задачу более тесного взаимодействия с вышестоящими парламентами, краевым законодательным собранием, возможность взаимодействия с депутатами Государственной думы, которые избраны от города Барнаула, с общественными организациями, общественной палатой нашего города, советом женщин при главе города Барнаула». В этом году депутаты городской думы провели 9 заседаний, приняли сотни решений. Вячеслав Франк поблагодарил депутатов за плодотворное сотрудничество и отметил, что впереди ждет не менее плодотворная работа. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Барнаульский памятник архитектуры федерального значения, один из объектов знаменитого Демидовского комплекса, не удалось пустить с молотка. Как указано на сайте ГИС Торги, на аукцион, объявленный Росимуществом, не было подано ни одной заявки. С 40-х годов прошлого века бывшее училище принадлежало Аграрному университету, но не получало должного ухода. В 2020 году вуз подал иск к Росимуществу, чтобы передать ему собственность. Тогда площадь вокруг здания превратилась в свалку мусора. Само здание в плачевном состоянии. Федеральное агентство взяло горное училище на баланс, но в итоге приняло решение выставить его на торги за 66 миллионов рублей. Однако желающих приватизировать его не нашлось. Отметим, новый собственник обязан будет не только отремонтировать, но и отреставрировать памятник архитектуры. Более 500 различных мероприятий проведут в крае для детей на новогодних каникулах. Это и театральные представления, и магические шоу, и спортивно-развлекательные эстафеты. Так эстафеты 2, 3 и 7 января организуют в парке Центральный. Больше 10 катков будут работать в Барнауле, в том числе новые в парке Изумрудный. Здесь лед залили прямо на пруду. А если вы хотите покататься на лыжах по лесу или с горы, то вас ждут порядка 20 лыжных городских баз. У нас в целом на каникулы, если посчитать по Алтайскому краю, в муниципалитетах, более 500 мероприятий запланировано для ребят. Они разного направления. И творческие, и мастер-классы, и спортивные, и подготовка к всероссийским или уже участие во всероссийских конкурсах. Это и шахматные турниры, это и театральные турниры. В Барнауле открылся портал в Италию. Именно так можно назвать ресторан итальянской кухни «Перчини». Первые гости ресторана уже оценили пиццу, для которой с 72 часа выдерживают тесто, знаменитую карбонару и оригинальные десерты. Этого момента ждали многие. В Барнауле открылся ресторан итальянской кухни «Перчини». Это настоящий гастрономический рай. Пицца на тонком и воздушном тесте, больше 20 видов. Паста ручной работы, баланьези, карбонаро, брациоли, оригинальная подача – все это уже завоевало сердца жителей 22 городов страны. Барнаул стал 23-м. Мы семейный ресторан, и мы ресторан на каждый день. К нам не страшно зайти просто выпить чашку кофе, пообедать, поужинать, прийти с большой компанией. К нам не нужно специально наряжаться для того, чтобы прийти. То есть мы открыты всегда и для каждого. Деловой обед, семейный ужин с детьми или встреча с друзьями – интерьер и меню ресторана подойдет для любого повода. Кстати, в «Перчине» не будет скучно даже самым маленьким – в детской зоне. За 16 лет работы «Перчине» полюбили даже многие звезды. И теперь барнаульцы смогут понять, почему. Хотим пригласить всех жителей нашего города в ресторан «Перчине» за атмосферой, за высшим сервисом и за вкусными блюдами нашего меню. Попробуйте пиццу, для которой выдерживали тесто 72 часа. Оцените авторские десерты и закуски. Устройте себе путешествие в Италию уже сегодня. Ресторан «Перчине» находится в ТРЦ «Галакси» на третьем этаже. Что ж, у меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!